Вот когда я приехала в Москву, я приехала со своей подругой, она была страшной пессимисткой, и она мне сказала, поедем в Москву, а до этого мы с ней вместе играли в молодежном театре народном. Она говорит, поехали, поехали, мы из Белоруссии должны что-нибудь такое трагическое подготовить, вот, поэтому давай поедем, и вот ты увидишь, мы не артистки, и нас не возьмут. Вот я, естественно, так оделась, так вот невзрачно, плохо, ни капли косметики, стоптанные босоножки, ну что я совсем как бы нищенка такая, военная белорусская, вот, и подготовила такую программу трагическую, поступала во все институты, плакала до такой степени, что мне прям слезы текли по шее, вот плачу, 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 и всюду проваливаюсь. И она тоже провалилась, потому что она все время плакала, и тоже все про войну, про войну, про войну, и мы никому были неинтересны, потому что, видимо, интересно при поступлении все-таки радость молодости. Вот, мы сели в поезд, и она говорит, ой, как здорово, видишь, мы не поступили. Она говорит, как классно. А я продолжаю, значит, в поезде плакать, я вхожу на перрон в Минске и думаю, так, а по тем законам нельзя было поступать два раза в один и тот же год. Тем более, это был последний уже месяц вступительных экзаменов. Я думаю, как же мне всех обмануть, потому что мы же заполняли анкеты, фотографии вклеивали. Думаю, вот они цивина, цивина, да, вот услышат меня второй раз, а я через неделю приеду и не будут меня слушать. И что сделала я? Я подбелела волосы себе, я надела длинное платье красивое, полностью поменяла репертуар, он был такой позитивный, радостный. Я сделала красивое лицо, взяла мамины туфли на каблуках, и мой руководитель молодежного театра сказал, возьми корзинку, деталь, чтобы она обязательно запомнилась всем. И вот я входила в аудиторию, меня никто не узнал, хотя одни и те же преподаватели меня прослушивали. Вот в частности, собственно, Славна Пилявская прослушивала. Я думаю, как она могла не узнать. Вот такая актриса очень внимательная. И я входила, и мне говорили так. Ирина, а корзинка была, ну, просто огромная, она мне заменяла в чемодан, можно сказать. Поставьте, пожалуйста, корзинку к стене. Я ставила, читала свою программу, уходила, и говорили все. Ирина, возьмите, пожалуйста, корзинку. Вот таким образом, я думаю, что моя корзинка, она запоминалась всем. И в этом была какая-то доля авантюризма. Я прошла во все театральные институты на конкурс, и потом мучилась, куда же мне подавать документы. И я советую всем абитуриентам некую такую долю авантюризма все-таки включить в поступление, вступительные экзамены.